Здравствуйте, друзья, коллеги! Мы приветствуем вас на площадке Международного мультимедийного пресс-центра Информационного агентства «Россия. Сегодня» Какие рычаги давления на США есть у мирового сообщества? Давайте я отвечу. Да, пожалуйста, какие рычаги есть? На сегодня никакие совершенно. Здесь присутствующие признают, что Америка – это супердержава. Во многом поведение Америки было таким образом на протяжении многих лет из-за того, что действительно никакие другие государства не отвечали Америке. В том числе ни Советский Союз, ни Россия, ни Китай, ни любое другое государство. Вот что Америка хотела, то и делала. А вдруг вот здесь получает удар по зубам? Причем такой удар, что по престижу Соединенных Штатов, по имиджу в новейшей истории. Ну какой новейшей? За 60 лет последних такого еще не было. Вообще, может быть, даже в истории такого не было. Чтобы такой мощнейший удар лицом к лицу заранее с предупреждением о том, что мы ударим по вашим базам. Готовьтесь, ребята. И вот именно гуманность иранской политики вот здесь все-таки и прагматичность о том, чтобы с одной стороны дать достойный ответ, с другой стороны не довести дело до большой войны. От этого никому не выгодно на самом деле. Но с другой стороны защитить свои интересы и демонстрирует всему миру, что мы, Америке, не боимся. Вот поступили вы так плохо, вот получайте по зубам. Сейчас уже выясняется, что на самом деле это не было щелчком по носу американцам. Это был очень серьезный удар. Здесь уже появляется некий феномен, который долго будет изучаться и будет иметь действительно глобальные последствия в умах и в психике американцев под названием иранский синдром. Вот здесь абсолютно точно, что с этих ударов по военным базам США могущественность Соединенных Штатов, монолитность, супердержавность постепенно будет уходить на нет. Здесь начало конца американского величия. Поэтому это великое время, когда действительно появилась на карте мира одна страна, которая бросала вызов в открытую Соединенным Штатам. И как бы американцы уже не ответили, что бы ни делали, Иран здесь является естественным победителем. Хорошо, ваша позиция понятна. Игорь Негода!